Здравствуйте, с вами Ольга Борисова, ведущая менеджер по подбору персонала компании Роско. Для того, чтобы работник и работодатель присмотрелись друг к другу, поняли, насколько эффективно будет взаимодействие при приеме на работу, может быть установлен испытательный срок. На период испытательного срока работодатель проверяет, справляет ли он новичок со своими обязанностями, а работник делает выводы, подходит или нет для него данные условия работы. Но каких сотрудников нельзя испытывать на прочность? Как долго может длиться испытание? Что не входит в этот срок? Может ли работодатель на период испытания установить работнику меньшую зарплату? Давайте разбираться в этом видео. Установление испытания – это право, а не обязанность работодателя. Однако не всех работников можно испытывать. Перечень кандидатов, у которых действует иммунитет от установления испытательного срока, прописан в статье 70 Трудового кодекса РФ. Подробнее об этом расскажет юрист компании Роско Дарья Потапкина. Так, нельзя устанавливать испытания при приеме на работу несовершеннолетним гражданам, беременным женщинам и женщинам, воспитывающих детей до полутора лет, выпускникам среднего, профессионального или высшего образования, поступающих на работу по этой специальности. При этом учебные заведения должны иметь госаккредитацию, а работник должен поступить на работу по специальности в течение года со дня получения профобразования. Работникам, с которыми заключен трудовой договор на два месяца, работникам, переведенным по согласованию от другого работодателя. Нельзя также устанавливать испытательный срок для лиц, избранных на выбранную должность, лиц, избранных на замещение соответствующей должности по конкурсу, иных работников на основании федеральных законов коллективного договора. Например, испытаний нельзя устанавливать гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу. Компания также вправе расширить круг лиц, которые будут трудоустраиваться без установления испытательного срока. А вот установить испытательный срок в коллективном трудовом договоре либо внутренним локальным актом для лиц, обладающих иммунитетом, нельзя. А вы знали об этом? Если нет, тогда скорее подписывайтесь на нас, чтобы знать больше о трудовом законодательстве. Установив, что в отношении работника нет запрета на испытательный срок, работодатель должен определиться с периодом испытания. В общем случае испытывать работника больше трех месяцев нельзя. Но для некоторых категорий работников можно установить более длительный испытательный срок. Речь идет о руководящих должностях. Например, для директора компании, руководителя филиала, главного бухгалтера, испытательный срок можно установить до полугода. Если срок трудового договора с работником от двух до шести месяцев, то период испытания не должен превышать двух недель. Также возможны иные сроки испытания, если они установлены федеральными законами. Например, при заключении служебного контракта на госслужбу испытания может длиться от одного месяца до года. Работодатель может сократить установленный период испытания, но не наоборот. Нельзя в трудовом или коллективном договоре увеличить предусмотренные ТК РФ и ФЗ сроки, даже если работник не возражает в части увеличения этих сроков. Кстати, если сотрудник не прошел испытательный срок, работодатель может написать в его трудовой книжке увольнен в связи с неудовлетворительными результатами испытаний. Чем грозит сотруднику наличие подобной формировки? Смотрите подробнее в этом видео. Работодателю важно грамотно посчитать окончание испытательного срока. Бывает так, что работник, устроившись на работу, уходит на больничный. Подсчет периода не входит в сроки, когда работника фактически отсутствовал на работе. Несмотря на то, что конкретизация этих сроков в ТК не содержит, по общему смыслу в расчет не включается время, когда работник не исполнял свои трудовые обязанности. Например, период времени нетрудоспособности, учебного, ежегодного отпуска и отпуска без сохранения зарплаты. Одни командировки включаются в расчет, ведь в этот период работник выполнял служебные задания. Для гарантированно правильного введения документации кадрового учета важно обратиться к профессионалам в данной области. Прибегая к помощи консалдинговой компании «Роско», заказчик получает не только возможность освободить свои внутренние ресурсы, но и защитить себя от возможных санкций со стороны проверяющих органов. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промокод «ЮТУБРОСКО», по которому вы получите скидку на наши услуги в 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Нередко в объявлениях на вакансию можно встретить формировку «зарплата после испытательного срока» составит. Однако установление зарплаты испытуемому сотруднику меньше, чем в штатном расписании, является нарушением трудового законодательства. В период прохождения испытания работник обладает такими же правами, что и остальные сотрудники компании. Желание работодателя платить меньше новичку, нежели опытному сотруднику, понятно. Но для этого есть другие механизмы. Работодатель может принять человека на должность ассистента, стажера, младшего специалиста, помощника. Например, помощник бухгалтера, младший юрист. Отрегулировать уровень оплаты труда можно, подписав в положении об оплате труда условия примирования доплаты и надбавки за стаж работы. Это означает, что чем больше стаж работы у специалиста, тем больше у него зарплата. Как документально оформить условия об испытательном сроке? Условие об испытательном сроке должно быть подписано в трудовом договоре сотрудникам. Если трудовой договор оформлен после допуска новичка к работе, то период начала допуска необходимо составить соглашение о назначении испытательного срока. Если этого не сделать, то потом нельзя уволить работника по окончании срока. Если с работником уже заключили трудовой договор, не предусмотрев условия испытания, то впоследствии работодатель не вправе настаивать на изменение договора в части установления испытательного срока. Что ж, мы надеемся, что данная тема стала для вас гораздо понятнее. Однако не упускайте возможность обогатить свои знания в области трудового права и быть в курсе последних тенденций. Наш пилист вам в этом поможет. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Ольга Борисова. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. И юристы нашей компании Роско бесплатно ответят на них. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе и будьте с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова